всем привет сегодня для вас решила снять небольшую болтал очку собирал очку не спрашивайте куда я собираюсь потому что я в принципе против того чтобы сидеть дома и выглядеть плохо я считаю что даже когда сидите дома надо обязательно приводить себя в порядок ну хотя бы немного просто от этого даже у вас самих настроение будет лучше поэтому мы собираемся я сегодня все равно в любом случае выйду магазин хотя бы за тем же хлебом поэтому привожу себя в порядок по мере того как буду краситься буду вам показывать как раз таки те приемчики кота о которых я говорила в своих видео мое лицо уже подготовлено я нанесла естественно свой уход и солнцезащитный крем вообще последнее время чаще всего я пользуюсь вот таким солнцезащитным кремом от миши я вам показывала но совсем недавно я делала интернет заказ и мне попался вот на глаза совсем маленький тюбичек почему-то в больших тюбиках нет моего любимого крема солнцезащитного я заказала маленький тюбик поэтому сейчас им пользуюсь я уже нанесла на лицо потому что он наношу я обычно все заранее чтобы все впиталось и уже кожа была подготовлена как я вам говорила что кожа если блестит я немножечко вот так вот промакиваю салфеткой но очень аккуратно потому что можно снять вот этот слой солнцезащитного крема как обычно мое стандартное действие я прокрашиваю межресничную стрелку без нее ни один мой макияж не обходится потому что ресницы тонкие ресницы достаточно светлые даже когда их тушью прокрашиваешь все равно между ресниц по и получаются такие знаете пробелы и это портит вообще любой макияж кожа еще бледная и кожа век соответственно тоже такая белесая поэтому я без этих межресничных стрелок вообще никуда то что отпечаталась ватными палочками поправляю упере я вам говорила что наношу консилеры я их смешиваю между собой беру от там ford который мне по оттенку все-таки не очень подходит хотя я его обожаю он один из самых лучших и беру в диор который светленький светленький совсем и смешиваю их вместе получается вообще идеально делаю вот так каплю сюда каплю сюда это одного консилера и вот так вот совсем небольшие капельки чтобы не переборщить делаю вот здесь и вот здесь все а теперь я это растушую я вам снимала свое видео о поездке к маме и не поверите я же там ну я же там вам говорила как я там застряла и все прочее вы не поверите у меня проблемы с этим видео возникли в том числе и проблемы с монетизации получается что оказывается говорить сами знаете о чем нельзя youtube это отслеживает и блокирует можете себе представить такое а я ведь в том видео вообще ничего такого страшного не говорила ни свое мнение ни о чем не высказывала просто вот по ситуации что я выехать не могу и все поэтому в этом видео я не буду говорить об обстановке мы так с вами будем предполагать это почему мы сидим дома и будем разговаривать не называя вещи своими именами потому что вашими опять возникнут проблемы я всегда пальчиком растушевываю потому что мне так больше нравится такими вот вбивающими движениями всегда делаю видите как здорово получается он прям так вот идеальный оттенок мой и причем эти два консилера они оба уходовые и вообще все супер кстати на губах у меня стандартно как я обычно использую dior lipglow 007 он меня уже закончился вообще я оттуда выковыриваю припудриваю пудрой от dior недавних покупочках я вам ее показывала вот так вот беру чуть-чуть на крышечку не знаю видно или нет совсем чуть-чуть и припудриваю я всегда фиксирую консилер потому что он у меня потом складки забивается куда-то убегает поэтому для меня фиксация обязательно и даже если на консилере написано что он прекрасно фиксируется я все равно это делаю все места куда нанесли обязательно припудрить надо теперь прием про который я вам говорила что когда я наношу солнцезащитный крем и если он вдруг жирнит и я чувствую что все-таки он немножко жирный я беру транспарантную пудру вот такую как make up forever допустим вот такую кисть или можно взять вот такую кисть какая удобнее вам и вот так делаю чтобы совсем чуть-чуть было и прохожу по всему лицу под глазами я не трогаю потому что мне сушит под глазами такие пудры эта пудра уберет жирный блеск и она к тому же сделает кожу ровнее и подготовит к нанесению макияжа дальше и затем моя стандартная пудра от мак и кисть от шесейда я вообще сейчас когда читаю в интернете всякие комментарии и вообще что люди пишут удивляясь некоторые пишут что ой так скучно вообще дома сидеть не знаешь чем заняться некоторые там депрессии уже впадает я вообще этого не понимаю у меня сейчас другая проблема мне кажется раз я сижу дома то надо многими вещами заняться и мне кажется что я вообще ничего не успеваю потому что я сижу снимаю для вас видео что-то монтирую надо что-то еще по дому делать хотела снять шторки еще перестирать в общем короче у меня столько дел что я просто-напросто скучать я я не успеваю скучать лицо конечно плоским получилось поэтому сейчас будем возвращать все объемчики и и придавать естественный вид оформляю брови для бровей буду использовать карандаш от max factor который я вам говорила мне не очень понравился но не выкидывать же его поэтому я так его в перемешку с другими продуктами использую он толстый мне все можно прорисовать как я люблю но не выкидывать же его правильно зато мне его цвет нравится цвет действительно хороший и возьму карандаш и катланком остатки уже и там где надо я немножечко подправлю и беру на данный момент самую любимую тушь от max factor тушь для бровей скажите что вы сейчас покупаете из косметики и как ну в принципе как-то понятно через интернет магазины естественно я тоже так делаю но вы знаете когда все это началось я решила через интернет магазины для начала запастись своей пудрой которую я люблю ну мало ли что думаю пусть у меня лежит 1 про запас и такими вот вещами скажем первой необходимости там тушь вот это вот все по заказывала вообще очень 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 скучаю по прогулкам по магазинам косметики просто посмотреть это все потрогать у меня сачки карандаша от make up forever которыми я более четкие границы делаю ну и какие то если есть огрехи то я их аккуратненько этим карандашом убираю все бровки оформлено можно коррекции лица приступать беру палетку от мак здесь мой любимый корректор тауп я совсем недавно была ваша не ну за покупками то продуктов можно ходить я хожу и там я отыскала стенды с косметикой макс фактор мэйбелин боже мой как же я была счастлива вы не представляете я думала что я оттуда просто не уйду я вам даже выкладывала в instagram stories кто подписан тот видел немножко носик можно подкорректировать потому что все белое получилось нигде никаких все плоская получилось нигде никаких объемов ничего нигде никаких переходов делаю обычно такую стандартную коррекцию главное не переборщить а то у меня софтбокс и все так отсвечивает потом когда все выключаю иногда понимаю что тут слишком много наложила там в общем главное умеренно сегодня беру румяна от elizabeth arden они в оттенке у меня sweet peach 02 персик сладкий и наношу на скулы как я вам всегда говорила что я все делаю с лифтинг эффектом обязательно никаких яблочек щек точнее я на них наношу но не только на них вот эти вот круглые щечки я не делаю вообще после определенного возраста весь макияж должен идти наверх все ваши линии все что вы делаете все должно идти туда это визуально подтягивает лицо вот здесь я немножко мне так нравится наношу а вот так это все получилось конечно на моем лице это все смотрится очень ярко я беру опять-таки свою пудру пушистую кисть набираю и вот таким образом припудриваю все абсолютно все свои румяна во первых румяна видите как становится гораздо нежнее они не лежат пятном и они как будто бы и и румянец из-под кожи вот так вот светится я всегда обязательно это делаю всю коррекцию все 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 припудриваю и обязательно брови то же самое чтобы они сильно не выделялись коррекцию на носу кстати можно припудрить чуть-чуть плотнее потому что я опять не переборщила по ходу видите теперь все достаточно естественно получилось теперь красим глаза как основу я нанесу светлые тени от шанель в оттенке сейбл 28 все продукты конечно будут внизу подписаны обязательно я всегда это делаю эти тени у меня вообще любые светлые тени я наношу на все века вплоть до муравьи это у меня и основа под тени и в принципе оттенок основной на который я потом другие какие-то тени накладываю и сейчас я вспомнила свою палетку от худо пьюти ньют и буду использовать два оттенка один оттенок секрет и другой теди я их обычно смешиваю и как я вам уже говорила выделяю над складкой века вот это вот часть которая наиболее выступающая складка у меня своя хорошая так это один оттенок и потом чуть-чуть добавляю 2 теди который видите он немножко как бы красноты придает растушевываю границы слегка этой кисточкой той же самой что и светлый оттенок наносила можно убрать если вдруг что-то осыпалось теперь рисую стрелку подводка миша у меня пока еще она жива я немножко буду оставлять за кадром стрелочки миллион раз вам показывала но сейчас я накрашу здесь а потом кое-какой приемчик вам еще расскажу вот смотрите я нарисовала стрелки возле ресниц вы это видели это стандартная сделала и если у вас есть такая же проблема как у меня или у вас допустим на веках есть складки которые не дают вам нарисовать стрелку ровную и она получается ломаной у меня такое бывает то ли я сплю как-то не так то ли я отекаю иногда ну не знаю что то вот случается и у меня левый глаз он всегда идеальный то есть я нарисую стрелку она всегда ровная и вообще с ней проблем никогда не бывает но с правым глазом у меня почему-то иногда возникают проблемы и даже не иногда достаточно часто вот как сегодня опять я вижу левый глаз мой абсолютно в порядке а правый как будто немножко сильнее отек и образовалась вот такая складка если я сейчас просто так же как на левом проведу стрелочку то она получится во первых она получится ломаной а во вторых она получится абсолютно другой не такой как на левом глазу я знаю что обычно визажисты эту проблему так и решают просто рисует ломаные стрелки то есть открываете глаз рисуете когда вы его закрываете то стрелочка будет вот таким немножечко образом идти если вам это нравится в принципе это не проблема так делают но если вы все-таки не хотите эту ломаную стрелку то я вам сейчас покажу вот один такой прием чик что я делаю во первых чуть-чуть стрелочку нужно удлинить вот здесь вот в уголке глаза вы проводите как бы чуть длиннее чем у вас заканчивается глаз то есть вы как бы слегка обходите самую вот эту вот складку самую опухшую часть так скажем и смотрите не вот таким образом начинайте рисовать стрелку потому что когда вы потом вот так опустите глаз то ваша стрелка будет уже ломаной опустите сразу изначально глаз как бы немножко из-под лобья на себя смотрите когда вы будете рисовать и дойдете вот до этого места чуть-чуть изогните стрелку то есть не рисуйте ровно а как бы вот поэтому по этой складочки поэтому опухшему веку вы как бы ее изогнутой сделать видите как я сделала то есть я дошла вот так вот может лучше видно видите я дошла до сюда и сделала изгиб вот он как у меня смотрится то есть когда я вот так вот на себя смотрю стрелка абсолютно ровная когда я вот так вот тогда этот изгиб хорошо виден и то есть стрелка она не получается углом ломаным она получается плавно и когда вы вот так вот смотрите а мы чаще всего уже все равно вот так вот смотрим то стрелочка получается ровненькой все с ней в порядке и просто она выглядит как бы немножечко плавно и и на мой взгляд это гораздо симпатичнее чем вот какая-то ломаная стрелка ну второй глаз так как у меня они сегодня по непонятной причине разные а второй глаз я тоже немножко с изгибом сделаю но чуть меньше чем здесь этого визуально заметно не будет но просто если вы сделаете здесь ровно здесь изгибом тогда точно у вас будут разные стрелки все девчонки когда вы будете глаз опускать стрелочки будут казаться чуть чуть буквально изогнутыми я надеюсь видно все ровно когда вы будете вот так на себя смотреть они будут просто ровненькие осталось нам накрасить реснички наношу второй слой можно немножечко вот так вот подогнуть реснички когда накрасили я прям пинцетиком обратной стороной раз раз все хватит я думаю туши на верхние ресницы теперь покажу что я еще иногда делаю вот посмотрите я вот так вот когда смотрю иногда бывает подстирается вот это межресничная стрелка и тогда я беру и прям вот где вижу какие-то пробелы своей подводкой прохожусь это такое дополнительное затемнение у ресниц теперь беру свой белый карандаш ну если я его найду нет не белый где мы белый карандаш так мне попался от них с белый перламутровый карандаш эти карандаши я не знаю уж по какой причине очень сложно найти во всех марках есть куча просто белых а белых перламутровых практически нигде нет это какой-то кошмар а если где-то и есть то они вот либо как вот этот вниз он практически какой-то невидимый либо белый какой-то не совсем белый как обычно подвожу внешний и внутренний уголочки потом беру свой карандаш от номер один марка номер один от ревгоша затемняю внешний уголок если вы еще досмотрели до этого места мою собиралку то напишите в каких марках есть белые перламутровые карандаши и обязательно их посмотрю потому что я уже не знаю где их можно откопать я беру любые темные тени и подвожу вот так вот просто стрелочку легкую и все нижнюю ну здрасте с одной стороны легкая с другой стороны совсем нелегкая сейчас исправим буквально чуть-чуть туши на нижние реснички карандаш для губ буду использовать от бобби браун роуз как я вам говорила мой любимый и беру помаду от наталины мак и как я вам говорила что я к ней приспособилась чтобы она у меня не сильно так сказать такую синеву уходила я делаю вот так так а потом растушевываю пальчиком вот такой красивый цвет получился мой макияж готов мне осталось сделать прическу я с вами прощаюсь я надеюсь вы собирались и красились вместе со мной девочки не сидите дома а бы как все равно заставляете себя вставать приводить в порядок и не забывайте хотя бы чуть-чуть макияжа на лицо наложить хотя бы чуть-чуть разобраться с прической вот я сейчас накрасилась и у меня абсолютно другое настроение у меня я себе нравлюсь мне хорошо мне комфортно и даже сидеть дома в таком виде гораздо интереснее на этом все всем пока